Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, Юрий Железов, мой брат, присылал пару дней назад фотографию Все завалено снегом Так, всем привет с Ежнего Новгорода Добрый день, добрый день Здравствуйте все Привет из Вологды Из Белгородчины Привил груши на яблони А как по двое груши не вырос Если я в следующем году их перепривю на груши Свойства груши вернутся Ох, испортил я вас Вернутся Никуда не денутся У семечковых изменить Вегетативной гибридизации Прививками, качество Это Это бесполезно почти Это вот косточковые Ой, благодатный материал Вот там тренируйтесь А здесь вернете обратно Никуда они не денутся Это бывает, что я не справил Но это как выиграть миллион в лотерее В этом году нас не только цвели Но и образовались плодики на прикосах Косок, Серафим, Королевский, Бай Ух ты Сергей, ну что, поздравляю Еще немножко И вот с плодами Фотографии жду Потому что И Королевский, Бай И Серафим Это выдающие сорта Вот А Екатеринбург Это Это самое По севернее, чем Это, как он называется Челябинск Где с этим проще Так Невзоров Аномалия продолжается Ночами ниже Не опускается В Алтайском крае А днем ниже Так уже три недели Ой-ой-ой Вот это вот Не знаю я Алтайский край Это только Есть Для меня непонятно Я с некоторых пор У меня однажды Приехал с командировки С Барнаула Мой приятель И он же настоящий ученый Турсун полотно Скобила Вот И рассказал страшную вещь Во всем Алтайском крае Морозы стояли Долго За 40 градусов Где-то и 50 Потери в садах Были страшные И с тех пор Я к Алтайскому краю Отношусь так Ну надо же Столько лет Выращивали И прекрасные сады были А потом Возначасти Раз и нет Ничего Вот А тут теперь наоборот Что это такое И Турцию ехать не надо И в Египет Так У нас из пяти Сортов абрикоса Только серафим не взошел Ни один из десяти Амур сто процентов Остальные по шесть Ну Я считаю Что это удача Во-первых Серафим никуда не делся Зайдет на следующий год Если его не сожрали После Я век живу Век учусь Никогда Ну то что жрут мышь Это я знал и так Приходит весна Смотришь Там сотни тысяч Костик Или прогрызенных Или просверленных Вот Смотришь И удивляешься А тут один раз Письмо приходит У человека не взошли Я говорил Не говорил Не помню Не взошли Мои косточки Плохо дело Потом пишет Нашел Мы же их В одну кучку Стаскали Со всей грязки Все в одну кучку Все целые Ну как целые В смысле Все нашлись Вот так вот Так что Будем считать Что у вас Удача Вот Я считаю Это удача Так Не взошла Череша Боднера Ну Череша Боднера Надо было Это самое Как сказать Я сейчас не помню Ястрель сервала Выстрель сервали Так Идти тоже Идти Что такое идти Тоже не взошли Степная Ноль Сибирка Ноль Слева Сириска Ноль Так Что получается Получается У него взорова По абрикосам Удачи А по этим Самым По вишням Ни хрена И слева Не ну Чтоб они Ноли были Мне трудно Это объяснить Я так К такому Не привык Так Увы Думаю Девочки Такие видео И стримы Не смотрят Сейчас Да Девочки Не смотрят Дело в том Что вы Я понял Вернулись к теме О девочках Дурочках Так их назовем Вот Они действительно Девочки Дурочки И Александр Этот самый Не зря Написал Такое горькое письмо Александр Смотритель Откуда И пошел Весь разговор Дело в том Что Это не их вина Любая Девочка Дурочка Она Должна Оставаться Девочкой Дурочкой Но границы Определяют Не они Границы Определяют То что Вы заметили Что сейчас Если мы видим Что девушки Идут и курят Это такая редко Что глаза режут Согласны Курят Но уже где-то По углам Раз Вот Потом Ну как сказать Дело в том Что То что Удалбились в школе Оно Хотя бы Частично Помогло Но не Вдалбливают Ну я вам показывал Эти учебники По биологии Эта доля Это предательство Ну уж это Точно им не нужно Понимаете Ни синуса Ни косинуса Ни вот эти вот Самые Ребосомы Ну не нужны им Это уже Сто процентов Это Понимаете Это когда Один подлец Решил Ах Ничего страшного Не случится А учителя Мучают детей А дети Сидят Дураки Ничего понять Не могут Не возвращаться Мне же К этим страницам Это Страна идиотов Это как Ее назвал Этот самый Он же не зря Капица назвал У него были свои причины Так назвать Вряд ли Именно из этих же Страниц Которые я увидел Но можно Можно Сделать так Чтобы Какие-то Границы Все равно Были другие Если девочка Увидит В видеофильме Я уж не говорю А реальные Силы Приволохут В этот самый В роддом Где Не рожают А уничтожают Детей Чтоб видели Или хотя бы В видеофильме Заставили смотреть Пусть только Попробуй отвернись Сразу двойку Получишь И не получишь Чтоб ты видела Чтоб Что это Чтоб потом Это Тебе Ни голову Не пришло Как и было пьяное Так Присыл Вечерники Сливника Венгерка Привитого Сидели Но пошли Так Менюшку вызывалось Вишню Ну это Это извращение Конечно Что Другого Не было Я никогда Сливы На лучшее Вишню Не привал Хотя Я считаю Что они Родственники И годятся Как временное Размещение Как временная Жилплощадь Со Сливой Вы прислали Черешни Сказочные И желтые Драганы Пошли Почти все Привиты На нашу Вишню Вечку Ну нормально Что больше всего Поразило Почти полтора Месяца Сидели Без движения Черенки Яблок Я уже на них Рукой Махнул И вот Недавно Пошли в рост И 42 Привык Яблок Не пошло 9 Прекрасный Результат Слава богу Все сорта Пошли Которые У вас были Осенью Дело в том Что Биологически Совместивая Такая штука Представляете Сидит Месяц И не растет Борьба Идет Кто Кого Это как Войска Перешли Днепр Зацепились И дальше Двигаться Сил нет И назад Возвращаться Нет И вот Зацепятся 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 А потом Потихонечку Начинают Дальше Развиваться Так Этой Осенью Хочется Взять Черенки Яблонь Из вашего Сада Которых Нету Чернобаева Груша Московский Ган Космическая Привитая На корневой Отводке Наши Вечки Пошла Каждая Почка Ух ты И теперь Там большой Куст Я вам На ватсап Писал Видите Груш Сейчас Они почти По пояс Хорошее Начало От вас Не взор Алексей Только Хорошее Читаю А потом Чернки Яблонь У меня Знаете Сад Там Десятки Сортов Он погиб На острове Его просто Сожгли А самое Ценное Знаете Что в нем Было Я Или волшебник Ну Неудача Волшебник Я У меня Не было По двое Груш Я Я Было Полторы Тысячи Я Скорее Не привык Делал Груши Груши А у меня Сорок Сортов Груш Было Ну Которые Надо было Куда-то Разместить Искать Не надо Не надо Идешь Сам Сам Такой Момент Сортов Сортов И Сейчас У меня Так Мало Сортов Какие У вас Сорта Там Мелба Где-то Яблонька Там У меня Этот Самый Мичуринская Яблонька Господи Сходу Это Самый Северный Синап Яблонька Жигулевская Яблонька Это Так Я Потом Уже Когда Похватился Второй Пожар Был 2008 Что я там Успел После этого Ну Еще Несколько Сортов Так Что Я Я их Не люблю Рассылать Сернобаев У него Сад Моложе Молоденький Вот так Ветки Торчат Он их Режет Сколько Хочешь А я Нет Я боюсь Так Что Повышает Иммунитет Дерево Первое Это Чтобы Его Не Трогать Вот Он растет Допустим Из косточки Все Не подходите Секатору Любое То Что считается Секатором Мы улучшаем Деревья Подлость Предательство Пакости Гадость Невыносимая Это Человеку Нужно Чтобы Статья Была Он целый Час Расписывает Или там Фильм Или статья Чтобы была На три Странице Он Расписывает Что Дерево Мешает К ветке Мешает Честно Говорю Это Что танцору Яйца Я уже Прямым текстом Говорю То же Самое Что Мы Шутя Говорим Что танцору Яйца Мешает Шутя На самом Деле Вряд ли Мешает А может Мешает Но Это Не наша Тема Но Чтобы Поверить Всерьез Что танцору Яйца Мешает И отрезать Каких Вот Это Садоводство Принято Ужас Какой Ужас А Не Подходите Секатар Это Уже Максимальный При Правильной Посадке Не Трогать Всю Подземную Живность Начиная С дёрна Вот Видите Всё Это Вы Скажете А Вот Дикарь Вырастет У меня Почему-то Дикарь Не растут Я вот И рад А у меня Всё Что интересно Если даже Некоторые Допустим Ну ожидал Там Воды Допустим 70 грамм Те же абрикосы А получилось 50 Или 30 Или 40 Даже А их Немерено Что иммунитет От этого Пострадал Нет Не пострадал Только Получается Распределение Сахара Чем больше Плодов Тем Сахар У них Меньше Чем меньше Плодов Сахара Больше Вот И всё Что ещё Может повысить Удачное место Если вы Посадите На ветру Какой Хрен Иммунитет А при Прочих Равных Условиях При Прочих Равных Условиях Только Не трогайте Дерево Если Привили Конечно Иммунитет Слабее Это уже 100% Любое Дерево Калека Любое Вставляете У основания Земли Отрезать всю Крону И выбросить Калека И вот Дальше Как бы Жить Этот Калека Опять Не подходить И секатор Видите Кривой Горбатый Ну а дальше 69 вебинаров 79 Плюс 80 Вот Дальше Не могу Говорить Черенки Абрикосов Будут На прививке Камура Королёвского Артема И сильно Будут Разниться Привитые Сорта От Непривитых Так же Непривитые Сорта От привитых Ну как Сказать Смотрите На что Приваете Вы же не Амур Камуру Будете привать Королёвский Королёвского Наверное будете Привать На мои Манчжурцы Они Окультуренные Манчжурцы Окультуренные У них Прекрасная Приживаемость Камуру Практически 100% То есть Если ожидаете Минус 40 Ну если Получите Минус 40 Это Крепость К морозу Вот А Разница Они Скорее всего По другому Разнятся Вот Сумма Последний год Тут Совсем Другое Урожай Только Мелкоплодных Было За 200 Ну и не за 200 Но 180 210 Мелкоплодные Я имею ввиду Сыновья Амура И Сенса То есть Сенса Амура И сыновья Манчжурцы Вот Они так Густо Росли Сахару Нету Есть Невозможно Только Компот И соки Варенье А годом Раньше Я хвастался Крупные Довольно В два раза Крупнее И сахара Много И люди Едят И причмокивают Вот Это Один и то же Дерево Одно и то же Вот это Действительно Влияет Очень Климат Влияет А Что такое Привито От непривито Вы Растели Амура Из косточки Он может быть Такой же Как Амур Привитый Он может быть Крупнее Амура Привитый Может не знаю Кто папа А вдруг королевский Ну скорее Может быть Скорее Может быть Мельче Немножко Но обильнее Зато будет Раз он непривитый Значит у него Как бы это Мимитет другой Лучше И здоровье Больше И болезни Непривитого Меньше Достигает Вот Попробуйте Теперь Высень То что я говорил Мой ответ Да или нет Нет такого Ответа Разнятся И непривитые Разнятся Но бывает Несмотря Какую сторону И улучшую И худшую Так Бухтиярова Привет Александр Это из-за вас Часовой Митинг Устроил Вы меня Сильно Зацепили Этим Письмо Несколько лет назад Привел Антоновку На осеннее Полосатое При первом цветении Так Еще раз Антоновку А зачем Интересно Антоновку Наоборот Обычно Привали При первом цветении Вырастет Три яблока Антоновки По 250-300 грамм Нормально Второе цветение До 100 Полосатые Интересно А потом Три полосатые Ухрупнились Да Наверное До 100 Ухрупнились Нет Тут Непонятно Ухрупнились Ну до 100 Если грамм То это килограмма Но тут я сомневаюсь Конечно А тут же дальше Стоит цифра 150 грамм Что тут ошибка Где-то Если бы сказал Измельчали До 100 До 150 Я бы понял Лишний ноль А через А через Восемненье Полосатые Я знаю Но это обычно 150-200 грамм Так Лет через 5-7 Все яблочки И 5 стали По 50-70 грамм Я через 5-7 Тогда ждем Еще 5-7 Это вы понимаете Я еще раз говорю Прививка Это такая зараза Это такое волшебство И вот вы Валентина Настоящий волшебный 3 яблок 300 грамм Представляете 3-4 яблок Это килограмм Это же О Замечательно Причем Зачем-то Антоновки У них Большой разбег Они какие-то Странные Антоновки Уже 20 От таких До 600 граммов Причем Явно-то там Гены таких Сортов Вмешаны Что их Антоновки Назвать нельзя Вот Ну в общем Ладно Читаем дальше А ошибка 100-150 грамм Тогда не укрупнились А измельчали Так Сделала прививки На яблони в апреле А потом Глянули Заморозки Да и сейчас Ночами минус Мои прививки Замерзли И можно надеяться Что они живут Подождем Вы скажете Что будет Вы их интересно Делали ли у земли Накрывали ли Бутылками Как я Если вы делали Скелетные Накрывали Эти самые Мешочки Или нет Политереново Я делаю Вот Получается Это здорово Вот эти вот Укрытия Бутылками И мешочками Здорово Сглаживают Эти перепады Плюс на минус Так что Подождем Что здесь делать Так Ради интереса Несколько костик Разных сортов Заложил Инфигация В январе Раньше Санемасы Тем не менее Пробудились Они синхронно С остальными Ну чё ж Замечательно Что вы Хорошо Что вы экспериментируете Даже здорово Так Здравствуйте Прошли Садила Костики Манджурцев Амуров Взошла половина Перезамывали Отлично Ни один Не погиб Сейчас Все крепкие Красивые Китайские сливы Зашли плохо И среди одна Ну господи Ну сливы Они должны Сходить А ну правда Я показывал фотографию Сергея На второй год Зашли Две или три грядки В этом году На той же грядке Зашло ещё девичину Ну и то хлеб Ну главное Это не это А это сливы Это так В магазине Купите Вот когда Манджурцы А море Вас будут Владоносить Да ещё Умудрились Тюмени Посадить Совсем Обнаглели Тюмени Амрикос Где большой снег Там считается Вообще Делать нечего Ну посмотрим Так Повторил опыт Чернобаева Сувенир Вот столько Привил на Амрикос Из двух Два Пошли в рост Правильно Хороший Чернобаев Этот самый Он Прививал Сливы На Амрикосы Так А я вот Никогда До последнего Времени Вот Нет Не так А погодите Александр Радовся мало У меня Я В метод Держу Эти Венгерки А тут Сувениры А я уже устал Венгерки Идут Сувениры Востока У меня целая эпопея Была Из года в год Есть куча фотографий Как они боролись Как они Меняли Качество плодов Плоды вкуснее Плоды менялись Все это у меня Описано В моих старых Этих Статьях Фильмах Все есть Это ранний Железов И в конце концов Дохли 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 Про Сувенир Востока На абрикосе Постепенно 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 И кончилось у меня Сейчас последний Доживает Еле живой Вот У меня не получилось Посмотрим Что у вас будет Если вы не остановитесь А перенесете уже Следующей зимой Снова Сувенир Срежете И снова на абрикос То есть То чего я не делал Я просто ждал Вот прям и жду Смотрю на абрикосе Вернее на сливе Листья меняются Меняются Я смотрю Она становится на абрикос Похожа Все разумеют фотографии Вот Листья краснеют Все Плоды изменились Так что не узнать И все равно У меня получилась неудача А почему А когда мне было Переносить с места На место Когда мне собственную теорию Превращать в практику Под названием Это Не повторение Настояние ментора Так Ну ладно Невзоров Мне на волочную Привеселиво Советовали вы Как временно А как временно Да Осенью срежу С ней черенки Все правильно Вообще Вы удачливый мужик Невзоров Алисей Мне кажется У вас большое будущее Дороганов Сергей Привел ваши черенки Нарядные филы на грушу Остатки было жалко Выкинуть Привел соседки на юргу На эрге почки Дали очень сильный рост Прекрасно Если вы выполнили Некоторые требования Как можно ниже Чтобы Это Если бы Подвой был бы толще Потому что Иначе Ругу обгонит И постепенно Погибнет Ну посмотрим Ладно Чем у вас дело Кончится Мы же не прощаемся С вами Вот смотрите Друзья Так тут Каталог семян Кому не лень Нажимайте Так Что-то может закажете Теперь Это раз Теперь Теперь Что я хотел сказать Вот Фактически Я закончил Сейчас я в раздумьях И дата круглая Вот Сейчас Меньше 30 человек Наверное И не будет Потому что Это уже Та самая элита Потом за неделю Доходит До 300 Человек И за полгода До 500 700 Надо ли Так сказать Слоем Раздреваться Или там Это Нервы тратить Потому что Я пропускаю Все это через себя Решайте вы Дело в том Что Можно сейчас Вот Показывать Еще раз Искалеченные Прививки Или не показывать У меня Копится Еще много Материалов Вот Я просто С вами Вот посмотрите Допустим Я про каждый Этот сорт А ведь Этого нет Ни в одном Саду мира Понимаете Вот нету Вот Попробуйте Вот это Где-нибудь Найти И Про этот Каждый сорт У него Есть недостатки Есть преимущества И в конце Концов Вот это же Погибло Вот так А допустим Как бы Это сказать Самая мысль Вот Можно про каждый Сорт Уже Целую летопись Создать Но поможет Она вам Может нет А вот смотрите Сюда Например 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 Сейчас я вам Что-нибудь покажу Вот Посмотрите Вы Чернобаева Любите Уважаете Он Это заслужил Видели Какой Добродушный Мужик В этих Самых Да Только Чтобы Вот это Рассказать Повторить Ну Наверное Понадобится Хотя бы Полвебинара И мне Мне И мне Почему Это Кажется Это Надо Что Он Это Заслужил Что Однажды К нему Приедет Уже Если он Дольше Меня Проживет Я не Успею А мы Снимаем Погодки Одногодки Вот Приедут К нему Вот Из Академии Художеств И вот Это Все У него Выкупят И Сделают Выставку В Москве Персональную Вы Думаете Мы Что Менее Талантливы Чем Эти Чем Москвичи А Кто Такие Москвичи Кто Министр Самый Министр Образования И Науки Сибиряк Правильно Вот Мы Такие Вот Я Хочу Вам Познакомить Поближе А Как Познакомить А Вот Так Походить По этому Саду По его Вот Допустим Это часть Следующего Вебинара Я вот Думаю А как Сделать Так Чтобы Последние 30 Человек Не исчезли Из моей Жизни Представляете Вот И тут Много Чего Интересного Когда То Я Где-то Что Кто Любит Эти Китайские Сливы Я Начал Собирать Коллекцию Эти Китайские Сливы Вот А сюда Затесалось Вот Это Абрикос А Сергей Его Спилил Представляете То Чего Нет Ни В одной Академии Сладкого Манжурца С предельной Морозостойкостью Это там Выше Там Каждый Вот У меня Тянется Снизу Вверх 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 Там Холоднее Холоднее И два Градуса Один Показывает Минус 32 А второй Минус 38 Один Показывает Минус 34 А второй Минус 40 И вот там Где Минус 40 Вот И для чего Я еще С вами Провожу Эти Вебинары Друзья Крик Души Он Растягивается Уже Крик Третий Год Вот Опомнитесь Дайте Нам Землю Дайте Грант Чтобы Сергей Этот Самый Вот Этот Магазинчик Чтобы Страсов С ней Не Снился Он Лучший Привальщик России Я Был Лучший Это Я Говорю Привальщик С чем Не просто Именно С этими Сортами Попробуйте Добейтесь Абрикоса На Манджорцах На Дикарях Сто процентной Приживаемости Или на Сибирках Это Два Качества Надо Иметь Не Только Чисто Поливать Но И Это Самое Чтобы Культурные Приживались На Дикарях Из Тайги Где Вы Такое Видели А Вот Этого Нету Показать Это Просто Случайно В Абрикосы Я начал Собирать Информацию По Этим Самым Ну То 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 Как Когда Время Я Раз Подбираю Фотографию В общем Впереди Еще Много Много Работы Если Так Разобраться Ведь Понимаете Что Это Все Не Все Вы Знаете Да Ну Сла Счастлива Не Бывает А Кто Об Этого Знает А Морозостой Счастлива Не Бывает А Крупность Не Теряет А Сладость Не Теряет Будущее Не Привитое Кто Об Этого Знает Есть Страна Завалена Мы Что Перестали Покупать Сливы У Китай Средней Азии А Есть О чем Поговорить Ребята Вот На этом Я С вами Заканчиваю Заканчиваю И Надеюсь Что Мы Не Прощаемся Пока Последние Три Десятка Держатся Еще Вот Давай Мне Возможность Это Потом Потом Все Таки Будет Этот Вот Все Это Переводится На Текстовый Язык С Этими Фотографиями Которые Вы Все Видите Вот Все Это Переводится На Текстовый Язык На Текст И Книги Одна Вторая Третья Десятая Если Вот Такими Вот Вот Такими Десять Двадцать Книг Уже Есть Сколько Пользы Можно Было Принести Стране А Мы Траву Жрем Спасибо Александр Смотритель За то Письмо Вот Если Бы Не Оно Мне Мысли Не Было Все Что Рассказ Рассказ Все Что Я В первом Чаще Рассказ Вам Отдельное Спасибо Ну Все Друзья До Свидания Спокойной Ночи Встречаемся Следующую Субботу Антон Валерь У вас Терпения Когда Такой Совет Что От Этого Имеете Кроме Потерянного Времени Вот Единственное Я надеюсь Когда Вы Меня Замените Вот Так Вот Наглую Веминар 128 Вот А Вот Проводит Как Они Называют Спикер Проводит Антон Валерьевич Сафронов Сад К этому Времени У вас Будет Готов Вот И Свои Мысли Появятся Может Ради Этого Стоит Нам Продолжать Пока Я Держусь До Свидания Друзья Спокойной Ночи Антон Валерьевич Пришните Ссылку Я Потом Утром Присучу Я там Наговорил В первом Честь